На ежедневном совещании в Минавтодоре и Ингушетии обсуждают выполнение заданий и поручений министра, а также составляют план работы на следующий. Строительство моста в Коробулаке, получение экспертизы и обращение муниципальных властей с просьбой помочь в ремонте дорожного полотна. Не вся работа дорожников выполняется на выездах. Прежде чем приступить к строительству того или иного участка, необходимо подготовить документы и экспертизу, а главное доказать, что реконструкция необходима. За эту часть отвечает производственный отдел, который называют сердцем министерства. Алихан Умаров относительно молодой специалист. Около четырех лет он работает на должности начальника отдела. Сейчас замещает замминистра. Привлекает меня то, что здесь непосредственно реализуется, делается тот продукт, который нужен населению, необходим для субъекта, в целом для развития регионов автомобильной дороги. Дороги – один из важнейших элементов инфраструктуры. Новые километры покрытия, масштабные реконструкции, капитальный ремонт. Сегодня мы наблюдаем, как дорожные сети Ингушетии кардинально меняются. Всё это заслуга дружного коллектива министерства. В министерстве у нас работают работники уже больше 20 лет. Со стажем 20-25 лет. За счёт них у них перенимают опыт и молодые работники. В штате у нас до 30 человек. Все они хорошие работники, опытные. Полностью отдают себя этой работе. Они строят автомагистрали и мосты, прокладывают тротуары, обеспечивают содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства. Их профессиональный праздник в России отмечается с 1996 года в 3 воскресенье октября. Добрый день! В Ингушетии на сегодня реализуется национальный проект безопасной и качественной дороги и госпрограммы комплексного развития сельских территорий и содействия развитию автомобильных дорог. В рамках нацпроекта в этом году Минавтодор Ингушетий, как и в два предыдущих, досрочно выполнил все работы со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением на 100%. В этом году министерство наше реализует в целом 21 объект, куда входит и нацпроект, и сельская программа комплексного развития сельских территорий. Также другая федеральная программа – это содействие развития автомобильных дорог регионального и межмуниципального местного значения. И наша региональная программа, по которой мы реализуем 4 объекта. Мы досрочно первыми по России, как уже сложилось по традиции, завершили национальный проект безопасной и качественной дороги. Реализовали 28 километров дорог со стопроцентной технической готовностью и кассовым освоением. Один из объектов, которые вошли в перечень, это у нас мост Карабулаки, он у нас переходящий на 2024 год, но подрядчики обещают при благоприятных погодных условиях до конца этого года завершить этот мост тоже. Реализовали 4 объекта сельские, общей протяженностью 26 километров. Это и подъездная дорога к пиццокомплексу Южный, подъездная дорога к Юг Агро, общество ограничено ответственностью. Это дорога в Вежерик возле школы номер 10 и дорога к КФХ Гелесханов, это у нас между Троицкой и Карабулаком. Кроме того, мы реализовали в рамках федеральной программы содействия развитию автодорог объекта Яндересурхахи, там протяженность 8 километров у нас. И помимо этого, благодаря казначейскому кредиту, который нам выделили на этот год, в рамках опережающего строительства мы вводим еще два объекта, которые с 2024 года. Это у нас дорога Карабулак-Челуки-Гайрбик-Юрт, там протяженность 13 и 25 километров. Глава Ингушетии Махмуд Али Калематов не раз отмечал качество и сроки исполнения поставленных задач перед коллективом Минавтодора. Из последних можно вспомнить открытие моста через реку Сунжев и Кажево. Новое дорожное покрытие, водоотвод, тротуары, разметки – все это стало реальным благодаря работе дорожников. При этом мост не только укрепили, но и расширили. После обновления он стал длиной 96 метров, шириной почти 15. Успехи у Министерства автомобильных дорог достойные. И это же самое главное – это удобство автомобилистам. Кроме того, везде вы для пешеходов внимание уделяете тротуары, везде тротуары. Кроме того, освещение. Это важно. И я знаю, что все дороги, которые очень великолепны были, если брать Алхасты, Галашки, если брать Сурхахи, это просто великолепно. Большим праздником для жителей республики стало открытие отремонтированной дороги Яндари-Сурхахи. Строительные работы провели в рамках федеральной программы содействия развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Протяженность 9 километров. Ее обновили по поручению главы Ингушетии. Махмуд Али Калиматов на официальном открытии дорожной артерии отметил, важно было создать такие условия для автолюбителей и пешеходов. Сибири, Забайкаль, Цена. Я вам скажу, там нету 10% наших дорог. 10% нет. Даже дорога ужасная, понимаете. Мы до этого не дойдем. Я искренне хочу министра поблагодарить. Год от года состояние дорог Ингушетии становится только лучше. Это замечают не только жители и гости республики, но и федеральные структуры. Нужно отметить, что в Совете Федерации наша республика отметили в топе лидеров на первом месте по расходованию средств федерального бюджета на искусственные сооружения. То есть наша республика самая первая среди всех субъектов, кто планомерно, качественно осваивал федеральные денежные средства, выделена именно на мостовые сооружения искусственные. В следующем году в республике планируется продолжить реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так уже согласован капремонт 15 объектов дорожной инфраструктуры. Один из них – это улицы Назрань и Магаса. Также капремонт будет проведен на дороге Назрань-Малгобек, Нижний Курб-Терек, на артерии Зязика-Вюрт-Вознесенская-Моздок. Продолжатся работы на участке дороги Корабулак-Средние очелуки-Гейрбикюрт, а также ремонт моста в Корабулаке. Всего Минавтодор планирует привести в нормативное состояние более 41 километра дорог. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Новости 24.